На месте недостроенной АЭС генеральный директор Башкирской электрической сети Павел Багаев рассказал, что здесь имеется 112 тысяч квадратных метров производственных площадей, расположенных на 123 гектарах. Перспективы огромные, но и проблемы будущего индустриального парка немалые. За 30 лет инженерной сети никто не ремонтировал. Пришла в негодность и железнодорожная ветка. Цена вопроса – 318 миллионов рублей. На всех производственных площадях в настоящее время рассматриваются потенциальные инвесторы. На данном складском помещении рассматриваем инвесторы для строительства мембранных материалов, что является актуальным материалом и пользуется спросом как в России, так и за ее пределами. Уже в августе по этому каналу пойдут первые танкеры с нашим зерном. 10 тысяч тонн отправят в турецкий порт Морисель. Конечный пункт пребывания – Иран. Транспортировка продукции по воде из Агидели будет поставлена на поток после строительства терминала. А еще Ради Хабиров поручила разобраться с коммунальными проблемами жителей Агидели, а также заняться привлечением в город медицинских специалистов. Я в основном вожу в частные клиники, государственные не справляются. Мы были в государственном революционном центре в Нефтекамске, это один раз, это у меня первый год как раз инвалидности был, но там была вся работа для галочки. А вот в селе Никола Березовка руководитель республики поддержал проект реконструкции историко-культурного центра, а также предложил благоустроить пляж. А вот тут вот мы планируем, вот здесь набережная, и туда, может быть, и туда даже соединить дорожку. Нет, там навесной мост он предусмотрен. Здесь же Николай Березовки Ради Хабиров пригласил на инвест-час владельцев рыбхоза. Предприниматели отметили, что заморозили строительство биомодуля для выращивания рыбы в связи с резким поднятием цен. Ради Хабиров предложил поддержать еще и проект расширения тепличного комбината в Кисакайне. Здесь запланировано строительство блока на 20 гектарах. Первый этап будет реализован уже в 2020 году. Сумма инвестиций – 170 миллионов рублей. На протяжении всей поездки Ради Хабиров общался с жителями, которые, улучшив момент, жаловались на самые элементарные вещи. Я бы здесь, понятно, отсыпал дорожку с мягким покрытием, но невозможно же играть. В Янауле, в одном из дворов, жители попросили отремонтировать, например, детскую площадку и фасады. У местных коммунальщиков почему-то руки до них все не доходят. Теперь, вероятно, дело пойдет быстрее. Лилия Гарифульна, Время новостей.